Сегодня в России впервые празднуют День российских студенческих отрядов. В Якутии в честь знаменательной даты прошла встреча нынешних и бывших бойцов студотрядов различных учебных заведений. Кроме того, студенты сдали нормативы ГТО. С подробностями Лев Нетесов. Встреча руководства Якутии с бойцами и ветеранами российских студенческих отрядов состоялась в Национальной библиотеке имени Пушкина. Год назад президент России Владимир Путин подписал указ о государственном празднике и сегодня по всей стране отмечает День российских студенческих отрядов. Движение действительно является основой, залогом того, чтобы молодое поколение, основа студенчества, самая такая революционная молодежь, возраст, должны знать, что такое истрот, каким образом дальше работать и навыки именно труда любого, тяжелого, физического, какого, инженерного, прочих вещей узнают студенческие отряды. Также Юрий Степанович сказал, что через год движению студенческих отрядов исполняется 50 лет и в честь этой даты установят памятник. Члены правительства не только поздравили студентов, но и поделились с планами. В год благоустройства более тысячи бойцов выйдут на работы, на объекты сельских населенных пунктов. Это 50 отрядов. В год проведения шестых международных спортивных игр Дети Азии наши бойцы будут работать на объектах города Якутска. Накануне праздника бойцы студенческих отрядов в спортивном комплексе «Юность» сдавали ГТО. Более 200 студентов СВФУ, ЕГСХ и различных СУЗов выполняли упражнения по подтягиванию, прыжкам и пробегали стометровку. Ведь бойцам нужно быть сильными и выносливыми. Организовали мероприятия студенческие отряды СВФУ. Бойцы студенческих отрядов являются одними из лучших представителей молодежи Республики Саха-Якутия. И они должны вести здоровый образ жизни и иметь спортивную сноровку. И для этого мы проводим вот такого рода мероприятия. Ну а судьями были члены первичной организации студентов «Трезвый здоровый образ жизни» СВФУ. Они принимали нормативы по правилам, предоставленными Центром сдачи ГТО. Отметим, что сдавать нормативы предстоит и выпускникам школ, чтобы стать студентами. 11 классов, когда поступают на высшем учебном заведении, они все будут сдавать ГТО. Поэтому без ГТО на высшем учебном заведении не поступают. На сегодняшний день более 4 тысяч человек являются членами студенческих отрядов и работают они не только на территории Республики, но и за ее пределами. Для многих бойцов студенческих отрядов это не только возможность заработать, но и внести свой вклад в развитие страны. Лев Нитесов, Евгений Логинов, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск.